Добрый день дорогие друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас обзор Шилки ЗСУ-23-4. А все потому, что она победила в голосовании в группе. Меня конечно же немножечко удивило, почему именно ЗСУ, именно Шилочка, вот эта вот Шилка победила в голосовании, ведь на самом деле все несколько иначе, чем представляют многие игроки, которые так ждали эту машину. Но давайте все по порядку. В конце 50-х годов у Советского Союза появились зенитные ракеты высокой точности, что заставило американцев поменять тактику, а именно использовать самые малые высоты, чтобы избежать обнаружения новыми средствами ПВО Советского Союза. Для работы по малым высотам у наших была лишь ЗСУ-57-2, которая уже не могла эффективно работать по вражеским высокоскоростным целям. И поэтому была разработана ЗСУ-23-4, замена нашей ЗСУ-57-2, которая сразу имела возможность работать по высотам до 1500 метров и сбивать цели, которые двигались со скоростью до 450 метров в секунду. Кроме того, имелась радиолокационная система наведения. В дальнейшем ее также использовали для работы по наземным и надводным целям, которые имели отдаленность от Шилки не более 2000 метров. В зенитке используются пушки Амур, каждая из которых имеет скорострельность 11 выстрелов в секунду. Имеются два типа снарядов. БЗТ, который не имеет взрывателя, то есть это фактически трассирующий снаряд, который может лишь поджечь цель или же просто, знаете, пробить как болванка. И, соответственно, осколочно-фугасный, который имеет взрыватель МГ-25, а полный вес снаряда 450 граммов. Скорость полета снаряда 980 метров в секунду, причем независимо от того, какой тип снаряда – БЗТ или осколочно-фугасный. Шилки широко экспортировались в страны Варшавского договора и на Ближний Восток, другие регионы. Они активно применялись в арабо-израильской войне, ирано-иракской, причем с двух сторон, и в зоне Персидского залива в 91-м году. А серийное производство длилось от 64-го года по 83-й. Но что самое интересное, шилка до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. Ну вот, сбили, и пора поговорить о применении новинки в нашей игре. Здесь мы сразу сталкиваемся с проблемой. Дело в том, что наша шилка вроде бы как и хороша, эффективна против воздуха, но, к сожалению, в начале боя вы не найдете воздушных целей. А брать ее в самом начале сражения не совсем разумно, так как это не универсальная машина, она не может работать против танков, потому что ее бронепробитие всего лишь 46 мм в упор. И в моей голове сложилось лишь два варианта применения. Первое, это взять сразу зенитку в начале сражения, ныкаться, ждать чего-то, какого-то явления Христа народу, чтобы появились в конце концов самолеты, и вы смогли их отработать. При этом не появляясь на публике, не подставляясь под вражеские танки. Ну так, по факту, в сражении будет просто минус один игрок, который просто просидит весь бой где-то в кустах, в ожидании самолетов. Второй вариант, это взять танк, пофармить очков, как положено, и в случае необходимости пересесть на зенитку. Но здесь тоже есть одна проблема. Дело в том, что зениткам подняли стоимость в очках. То есть, если брать зенитку, она будет стоить, как полноценная 62-ка. То есть, у Т-62 стоимость по очкам точно такая же, как у Шилки. И я думаю, некоторые из вас вспомнят третью тактику в совместных боях, а именно быстрые захват точки и получение очков. Здесь я вас тоже расстрою, обломаю, потому что, на самом деле, это не такая уж и быстрая зенитка. На шоссе она едет со скоростью где-то 50 км в час, а на пересеченной местности 25-30 км в час. Поэтому вы точно будете на точке не первым. Кроме того, если все же воздушные цели появились, если вы их как-то дождались и смогли взять зенитку, или просто сидели на ней где-то в кустах целый бой, чтобы попробовать против воздушных целей, есть сложность. Дело в том, что радиолокационное наведение не реализовано. То есть, вам нужно будет целиться вручную, без какой-либо помощи, со стороны данной более современной зенитки. И, кстати, здесь я сразу хочу сделать небольшую ремарочку. Есть инфа, что, возможно, что-то в этом плане поменяется. Но я не буду пока углубляться в этот вопрос. Если сделают, то будет очень хорошо. И, соответственно, дальше я не буду потом говорить, типа, а я же говорил, я же заванговал. Нет, ребят, просто есть определенная информация. И она пока без уточнений. Ну что ж, друзья, у нас есть зенитка, ее нужно как-то применять, чтобы вам показать ее возможности. И я решил превозмочь, то есть, попробовать то, к чему она на самом деле не готова, а именно, прежде всего, пойти в аркаду. Но суть не в том, что шилка будет в аркаде, это нормально. Дело в том, что я попробую все-таки использовать ее универсально. Не так, как она должна применяться. Да, на самом деле, это не гепард, который может пробивать танки, у которого бронепробитие 112 миллиметров, бронебойная лента, и здесь у нас всего 46 миллиметров. Тем не менее, есть их и леса воплета у многих танков, где мы ее попробуем нащупать. Но еще хорошо то, что здесь цели воздушные появляются значительно чаще. Правда, сбить их несколько сложнее, потому что они двигаются, нарушая все законы физики. Но ничего страшного, это не главное. На данный момент мы захватили точку, а за холмом вражеский М-60. И я понял. Да, это мой шанс попробовать зенитку в деле, ведь, на самом деле, у этого танка в борту есть стихилесовая пята. И я сейчас ее вам покажу. Видите ли, в чем дело? Прямо над катками есть уязвимое место. Там брони где-то чуть меньше 40 миллиметров. Чего, на самом деле, нам хватает, чтобы пробить этот танк. Чуть выше уже 70 с лишним миллиметров. Еще выше снова эти самые 40 миллиметров. Поэтому мы машину смогли уничтожить. Ну а далее 57-2, с которой мы очень хорошо поздоровались. Как видите, шквал огня и вражеской зенитки нет. Но если все же работать по воздушным целям, то у нас есть маркер, который, ну, более-менее соответствует как раз наведению этой машины. Хотя, на самом деле, хотелось бы еще более точный маркер, но я уже не буду выеживаться. Еще лишь и этот заберут. И вы знаете, ребят, все это натолкнуло меня на одну мысль. Конечно же, очень хорошо, когда зенитка очень хорошо, эффективно может работать по воздуху. В том числе, например, шилка. Это замечательно. Но, тем не менее, если зенитка не может уничтожать наземные цели хоть в каком-то проявлении, то ее ценность резко падает. Как ни крути, но рулят те зенитки, которые по факту универсальны и способны хоть как-то бороться против наземных целей. Потому что, если зенитка работает только против воздушных целей, соответственно, ее применять будут мало и редко. Это, друзья мои, факт. Особенно после того, как зениткам подняли стоимость в очках в совместных боях. Что, на самом деле, очень критично. И здесь, конечно же, может быть, стоило бы как-то разделить по стоимости очков зенитки в плане эффективности применения против наземных целей. Потому что некоторые вообще ничего не могут сделать танкам. Некоторые их крошат просто только в путь. И, соответственно, их стоимость одинаковая. Ну, не знаю, друзья. Это, конечно же, такое дело. А вот если снова вспомнить ЗСУ-57-2, которая, конечно же, уступает шилке в плане работы по воздуху, но зато имеет очень хорошие подкалибры и работает по наземке достаточно эффективно, ну, сразу становится понятно, что по-прежнему они будут популярнее. Именно из-за этой особенности, из-за своей универсальности. И в целом, если говорить про патч 1.63, я считаю, что самой популярной зениткой будет не шилка, а именно гепард. Немецкая шилка, которая может работать хорошо. И по наземным целям с бронепробитием 112 миллиметров, и по воздуху. Ну и, конечно же, там тоже есть радиолокационное наведение, что, я думаю, рано или поздно в нашей игре тоже реализует. Поэтому от шилки я не сказать бы, что в восторге. Здесь, конечно же, нужны возможности. Чтобы она эффективно применялась, нужно много целей воздушных, которых не всегда достаточное количество. И на этом все. Пишите, что вы думаете о нынешней ситуации с зенитками, о топовых новинках. И, соответственно, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И не забывайте, бесплатные орлы, ссылочка на мобильное приложение в описании под видео. Всего вам самого лучшего, друзья. И увидимся в ближайшее время в новом обзоре по патчу 1.63. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok